изначально когда мы планировали дачу искали участок я представляла себе очень хорошо какой я хочу дом какое хочу окружение я себе представляла как я хочу отдыхать но сад я себе не представляла совершенно потому что я никогда не имела никакого опыта выращивания растения я из тех людей у кого сохли даже кактусы дома поэтому для меня это было совершенно что-то новое и я себе представляла как у меня здесь цветут пионы там какие-то там фиалки в принципе вот все что там было ярко вот она мне казалось что должно у меня в саду быть и получилось что спустя еще год когда я вышла и посмотрела на свой сад то я увидела в одном месте натыканные мной кучки каких-то странных цветов которые между собой совершенно не сочетались а в других местах где сажала растения самые самые обычные которые мне давала мамой которым я сначала отнеслась таким вот пренебрежением они как раз разрослись и они давали такой классный объем что я поняла что наверное я что-то делаю неправильно и надо наверное немножко не начать свой путь сначала с изучения какой-то все-таки информации как наверное многим начинающим садоводам мне казалось что вот если здесь будет красненькая здесь синенькая между ними желтенькая то это будет просто феерически красиво но к сожалению когда все это было посажено и стала расти я посмотрела у меня практически потекла кровь из глаз я поняла что нет это очевидный перебор это совершенно не смотрится и очень многие вещи которые я себе подсматривала в интернете копировала какие-то идеи и пыталась вот их повторить у себя действительно вот то что в интернете было вот так а в живую она все оказывалось по-другому то есть какие-то цветы например просто разваливались после первого же дождя и лежали что называется лицом салате а какие-то оказались очень агрессивными и расползались по всей клумбе какие-то наоборот нарастали слишком медленно какие-то должны были цвести одновременно отцвели вообще в разное время и вот эти все нюансы к сожалению не приходилось уже на собственном опыте понимать и приспосабливаться и к своему какому-то микроклимату на участке да и почве и ко многим другим вещам в итоге сейчас я пришла к тому что я хочу сад максимально малоуходный максимально самостоятельный если так можно выразиться меня достаточно много хвойных в саду в какой-то момент я ими загорелась и покупала очень много разных сортов для себя я опять же поняла что есть такие хвойные которые требуют к себе особого внимания да есть которые не требуют самые естественно малоуходные самые неприхотливые благодарны это туи но для моего сада который все-таки более такой природный наверное да то и они немножко слишком официальные и строгие то есть их хочется видеть в саду такого более формального стиля даже те что у меня есть которые растут шариками они красивые аккуратные но вот они мне кажется чересчур правильными да вот сейчас самая наверное любимая из моих войнах это пихта корейская она очень очень декоративная у нее фиолетовые шишечки очень необычные которые растут вертикально вверх плюс в отличие от ели пихта совершенно не колючие у нее мягкие мягкие лапки она совершенно не капризная по крайней мере на данный момент с ней не было никаких проблем она очень хорошо зимует она не подгорает на весеннем солнце и пока не было замечено у нее никаких болезней никаких вредителей хотя конечно профилактически весной я обрабатываю ее как и все свои хвойные я не сажаю себя никаких хвойных растений которые плохо у нас зимуют которые надо укрывать которые надо притенять и так далее как и называют танцы с бубнами потому что я считаю что если ты елка то ты расти сама в ход потому что забот с цветами и так мне более чем достаточно чтобы еще значит наноситься строить шалаши надо елочками какими-то какой-то момент я поняла что наверное я слишком увлеклась и мне надо остановиться потому что постепенно мой сад превращается в какой-то борщ из растений самых разнообразных и это далеко не всегда хорошо и красиво выглядит конечно это все приходит с опытом сразу наверное очень мало кто может вот так спланировать свой сад грамотно не скупать все подряд не выносить полные багажник из садовых центров но хорошо что сад в отличие от не знаю ремонта квартире и стройки дома да это такая вещь которую очень легко поменять первые два года я просто сажала все что у меня было вдоль забора это было первое место для посадок а второе место было то где не было берез я хотела чтобы у меня были такие извилистые дорожки тропинки и поэтому я примерно себе выкладывала палками там какую-то загогулину и в нее значит сажала имеющиеся растения вот что естественно тоже неправильно потому что из-за этого у меня сначала появились клумбы а потом среди этих клумб я стала прокладывать дорожки так делать не нужно дорожки конечно должны быть сначала и только потом вдоль них что-то нужно сажать никакого особого вот именно продуманного дизайна у меня на участке нет то есть единственное что я делала это когда я посмотрела просто на свои стройные ряды вдоль рабицы я поняла что как бы надо как-то уйти вот от этой прямой линии и я стала делать эти линии более волнистыми несмотря на то что это парадная клумба перед домом здесь у меня нет никаких роз никаких сложно уходных растений здесь все самое самое обычное что есть каждом саду это хосты это остильбы дерен и гортензия здесь по краю у меня сидят лилейники и несколько хвойных растений такого принципа я придерживаюсь во всем своем саду если что-то у меня есть редкая капризная требующая особого ухода и внимания то она у меня растет не на парадных местах или скрыто неприхотливыми растениями на случае какой-то болезни или других проблем у меня есть и рододендроны и крупнолистные гортензии вот но они все одни на парадных местах если они плохо перезимуют если они заболеют то никто этого не увидит не заметит когда мы купили участок с большим количеством берез естественно я себе представляла такие лесные опушки на которых также растут цветы кустарники и все вот это вот между деревьев мне все говорили меня предупреждали что под березами ничего расти не будет что березы забирают всю влагу все питательные вещества и под ними не получится выращивать цветы я как наверное тоже многие новички было очень упорно искал а у меня все вырастет ну к сожалению так же как и у всех у меня не выросло там ничего в данный момент под березами непосредственно у меня не растет даже трава там просто выжженная земля круглый год поскольку участок у меня достаточно сухой и солнечный и настолько березы осушают вокруг себя все что под ними ни газона мне даже как какого-то жухлого сорнячка расти не хочет практически все посадки замульчированы корой кора у меня лежит просто на земле я пробовала также использовать под кору геотекстиль но мне не понравилось не понравилось во первых потому что так как я садовод не очень опытный я постоянно что-то переделываю и пересаживаю и мой застеленный геотекстиль и через пару сезонов превращался просто в решето а потому что там дырочка здесь дырочка в итоге как бы это просто сито и никакой пользы и второй момент что вот на моей тяжелой глинистой почве под геотекстилем это почва стала еще более тяжелой она свалялась просто практически в бетон вот и когда я его подняла заглянула я я увидела вот эту вот такую очень тяжелую землю я решила что наверное да его надо убирать вот хотя конечно в плане прополки кора положенная на геотекстиль это гораздо более удобно да потому что через кору просто на землю сорняки все равно пролезают но их намного меньше чем если бы это было просто земля да тем более что сорняки у нас очень злостные у нас очень много хвоща очень много пырея как только мы расчистили площадку перед домом я естественно захотела на ней посадить газон я решила что справлюсь с этим сама героически здесь все перекапывала ровняла и трамбовала этот газон я в итоге все таки сделала и в этот же момент я поняла что это был первый и последний газон моей жизни который я делаю самостоятельно на остальном участке от газона мы отказались потому что уже через год мой чудесный замечательный газон весь пророс одуванчиками клевером и еще всякими разными сорняками и я поняла что если физически возможно еще ухаживать за этой небольшой площадкой перед домом то ковырять одуваны по всему участку я совершенно точно не готова ни физически ни морально и поэтому во всех остальных местах у нас просто скошенная трава то что выросло само и я могу сказать что визуально издалека я это этих границ четких не вижу и тем более как бы на это не обращать внимание гости скошено и скошено если говорить о бюджете то я считаю что за 50 тысяч рублей можно заложить костяк хорошего красивого сада в этот бюджет можно уложиться но это если не делать как я не скупать подряд странных цветов а вложить эти деньги в кустарники возможно в одно-два красивых дерева которые будут вот главными парадами у вас на участке например какой-то красивый клен это может быть да или какая-то ель красивая их лучше купить уже подрощенными чтобы они сразу дали участку вид и какой-то маленький оставшийся кусочек бюджета потратить на многолетники неприхотливые быстро разрастающиеся которые впоследствии можно поделить и получить еще больше растений например у меня хвоста одна росла три года через три года я поделила и получила 10 хост вот которые уже через год опять набрали массу и дали вид то есть такие вот самые простые сорта хост они опять же стоят там по 200-300 рублей то есть это недорого обслуживание трудно сказать во сколько обходится я точно могу сказать что я каждый год покупаю по 5-10 мешков коры для мульчирования я покупаю удобрения беру сейчас самые простые сыпучие универсальное весна-лето и лето-осень вот они у меня идут на все вот плюс какие-то единичные покупки для каких-то специальных там растений но их очень много то есть там грубо говоря удобрения для гортензий большой бутылочки мне хватает на два сезона абсолютно точно если вам понравился ролик подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк если не согласны с тем о чем здесь говорилось дизлайк и мы всегда рады обоснованным комментариям знать ваше мнение важно для нас а и и Субтитры создавал DimaTorzok